Из-за коронавируса сотни тысяч человек по всему миру в эти дни находятся на карантине или в режиме так называемой самоизоляции и не покидают своих квартир. Специалисты рекомендуют оставаться дома, чтобы не допустить распространения инфекции и обезопасить граждан из группы риска, а это прежде всего люди пожилого возраста. Компании переводят сотрудников на дистанционный режим работы. В Москве до 10 апреля отменены массовые мероприятия с количеством зрителей или участников более 50 человек. Как ответственно поступать в этой ситуации расскажет Ольга Стрельцова. Большой закрыт, малый тоже. В Табакерке театр начинается и тут же заканчивается на пустой вешалке. Все спектакли до 10 апреля отменены. Актеров нет, билеты можно сдать в любое удобное время. Надеемся на ваше понимание и что ситуация стабилизируется и мы снова сможем принять наших зрителей и увидеться в нашем театре. Желаем вам здоровья, берегите себя и ваших близких. В Заряде тоже тихо у входа, но сцена не пустует. Пусть душу грех влечет к продаже, всех разжигает старец даже. Дарья Мороз слегка сбивается. Наверняка от волнения. Впервые концерт онлайн в абсолютно пустом зале в условиях объявленной пандемии. Зато сколько людей сейчас сидят дома и наслаждаются этой игрой. Мы выходим онлайн, потому что есть такая возможность. Мы можем поставить аппаратуру с достаточно хорошим качеством и выступить, и сыграть для наших людей, которые поклонников музыки, которые тоже сидят дома, тоже не могут выйти, но им тоже надо чем-то заняться. Мы должны подумать о пожилых людях, на которых больше всего может повлиять этот вирус. Люди поддерживают друг друга по всему миру, соблюдая дистанцию, не целуясь, не здороваясь и стараясь не покидать помещение. Арнольд Шварценеггер изолировал себя сам. Судя по многочисленному видео, дома не скучает. Людей рядом с ним не видно, только животные. Осторожность понятна. Он ведь тоже в группе риска. Ему скоро 73. О том, что это единственное верное решение, говорят многие. Да, молодые люди способны перенести коронавирус на ногах, как обычную простуду. И именно им соблюдение карантина, даже в случае с легким насморком, необходимо. Абсолютно здоровые волонтеры, доставляя людям лекарства и еду, тоже соблюдают все меры безопасности. Маска обязательно. О том, как важно соблюдать простые правила, не устает говорить галерист Айдан Салахова. Ее карантин закончится 25 марта. И за все это время она ни разу не общалась с близкими. Для их же блага. Научил чудовищный опыт Италии. Если семья живет вместе, то молодежь, естественно, перестает выходить из дома, а это так и будет, чтобы не привносить заразу домой. Самое важное, не бояться карантина, а бояться коронавируса. И даже раньше, чем государство введет какие-то меры, уже начать привыкать к новой ситуации, уже сидеть дома и уже помогать ситуации тем, что вы никуда не будете выходить. Страна переходит в новый режим. Фитнес-клубы, супермаркеты и рестораны пустеют. Зато крупные онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к своим фильмам. Кто на две недели, кто до конца апреля. Без ограничений онлайн-курсы и экскурсии. Виртуальные музеи работают круглосуточно. Третьяковская галерея, Дарвиновский музей космонавтики. Московский зоопарк тоже в стороне не остался. Панды, Жуи и Дин-Дин скоро будут не единственными героями трансляции. В зоопарке обещают подключить камерам барнейских орангутанов, белых медведей и равнинных горилл. Отличный способ занять детей, оказавшихся на несколько недель дома. Особо переживающим за сохранность квартиры и нервной системы родителям советуют приобрести пособия по медитации и книги на тему, как распознать первые признаки инфаркта. Но намного более действенны ролики о самых невероятных подвижных играх для всей семьи, в том числе из Китая. Там знают, что делать. Проходи.